Здравствуйте! Сегодня мы с вами почистим от пыли ноутбук Asus модель U45G Первое. Включаем аккумуляторную батарею и убираем ее Второе. Смотрим, что у нас под этими крышками Здесь у нас жесткий диск. Если нам требуется заменить жесткий диск то откручиваем первый болт, второй болт Поднимаем эту крышку. Здесь мы видим жесткий. Берем за этот язычок, тянем. Все жесткий у нас вышел из разъема Здесь у нас SATA объемом 500 гигабайт. Диск очень горячий. Чистка решит эту проблему Если нам надо поменять просто жесткий диск, меняем салазки на новый жесткий и устанавливаем его назад Дальше. Давайте открутим вот эту крышку. Здесь должна быть память модули памяти Поднимаем ее Если нам надо поменять память Берем вот тут, убираем Раздвигаем ключи, память поднимается Вытаскиваем ее Вставляем так же и нажимаем, она защелкивается Если надо поменять привод, вот тут Помеченный полукружком Значок привода То есть открутили болт И подцепляем Нет, не подцепляем. Здесь их два Вот второй у нас Второй у нас болт, держащий привод Теперь подцепляем и вытаскиваем Я сразу их кручу на место Чтобы потом их не перепутать С остальными болтами И убираем привод в сторонку Если нам требуется поменять клавиатуру Для этого нам надо Здесь болтов я для клавиатуры не вижу Давайте посмотрим, как снимается клавиатура Клавиатура у нас Держится здесь на защелках То есть тут сверху защелки Берем вот так плоскую отвертку И постепенно Первая, вторая, третья, четвертая Все, отогнули их, аккуратно подняли Вот у нас шлейф Приклеен двухсторонним скотчем Давайте отрывем скотч Все, и здесь ключ поднимаем вверх Просто можно сделать вот так отверточкой Все, и шлейф клавиатуры просто вытаскивается И так же устанавливается Берем сюда Устанавливаем и захлапываем Все, клавиатуру убираем Дальше Давайте Этот скотч все оторвем И вот этот оторвем Дальше отключаем Все шлейфа, которые видим Это у нас первый шлейф От точпада Отодвигаем на себя Защелки, держащие шлейф Все, и берем за этот голубой язычок Тянем на себя Все, шлейф вытащили Что-то он тут даже как-то приклеен был И второй шлейф Вот так тоже Ключ вверх И вытаскиваем Это скорее всего на кнопку Третья Значит, берем Шлейф Который Идет на матрицу За этот язычок И аккуратно вверх поднимаем Все, отключили Теперь откручиваем все болты Которые мы здесь видим Это вот Три штуки сверху Беленьких Я открутил Раз, два, три, четыре белых болта Потом раз, два, три, четыре черненьких Они подписаны на М2 на 6 И у нас еще один болт Скрыт вот здесь под наклейкой Если ноутбук у вас уже вскрывали Хоть раз То этой наклейки у вас Не будет То есть, эта наклейка гарантийная Все, убрали Здесь у нас получается тоже белый Белый длинный болт будет Да, белый длинный болт Все, убрали их в отдельный Отдельный отдел Все, здесь мы выкрутили Все, что можно было Закрываем, переворачиваем Выкручиваем болты Которые здесь видим То есть, это у нас Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Семь Так, семь Семь болтов одинаковой длины Я вот укажу в следующий отсек А еще у нас один болтик вот здесь Коротенький Н2 на 3 И Вот здесь Таких же три болта Под Приводом Если вы привод не сняли То Снять крышку Он не получится Верхний Откручиваем М2 на 3 Кладу их в тот же отсек Куда положил вот этот болт С таким же обозначением Смотрим Последний раз Все ли мы выкрутили Все, болты мы все выкрутили Ничего больше не держит Теперь Переворачиваем Открываем Экран И пытаемся Снять Верхнюю крышку Аккуратно ее Подцепляем Карточка Чем-нибудь Предметом Плоским Я вот Плоская отвертка Пользуюсь Вот так просто провожу Разъемы должны Защелкиваться Отщелкиваться Раз Отщелкнулась Отщелкнулась Здесь у нас все Отщелкнулось Теперь с этого бока Раз Так, там что-то уже поломано Давайте здесь попробуем Так, раз Все, поднялось Здесь тоже должно Включить Защелки Где-то еще держит Здесь последняя защелка Где-то держит Все Попняли И аккуратненько Все У нас ничего не держит Больше Убираем верхнюю Панель в сторону Здесь мы с вами видим Вентилятор Разъем Разъем Даже можно было Не отключать От матрицы Все Вот наш вентилятор И там снизу Охлаждение Наша задача Почистить не только Вентилятор Но и поменять Термопасту Поэтому мы будем Разбирать Разбирать дальше Полностью Сначала Отключаем Вот этот шлейф Который идет На видеокамеру На веб-камеру Все, убрали его Дальше Смотрим Есть ли тут болты Которые крепят Да Вот еще один шлейф От звуковых разъемов Тоже его отключаем И выкручиваем Вот эти болты Которые держат Они помечены Треугольничком Белым Это первый Второй И третий Все, три болта Которые помечены Белым треугольничком Я их убираю В отдельный отсек Теперь Пытаемся Снять Вентилятор Он крепится На двух Болтах Первый болт И второй Болт Все Их тоже в отдельный отдел Теперь надо Чем-то подцепить Вентилятор Вентилятор Подцепляем И Снимаем Вытаскиваем Разъем Аккуратно Все Разъем Вытащился То есть Вентилятор у нас В пыли Радиатор Тоже Заметно Забит пылью Теперь Нам надо Снять Материнскую Плату Сначала Отключим Вот этот разъем Который идет От питания Тянем Тянем на себя Все Отключили Теперь пытаемся Приподнять Материнку Здесь Это все Цельное Значит Нам Надо Отключить Отклеить Этот разъем И отключить Wi-Fi модуль Убрать Антенны Wi-Fi Запоминаем Как они Проложены Цвет Не играет Роли Какой Куда Подключать Все Это мы Убрали Здесь У нас Есть Один Болт Посмотрим Держит он Крепит В петлю Так Значит Это у нас Подымается Все Дальше Смотрим Здесь У нас Что-то Держит Здесь У нас Что Непонятно Ничего Не Должно Держать И Здесь Тоже Нам Надо Будет Отключить Вот Этот Шлейф Откручиваем Вот Этот Болт И Убираем Его В отдельный Отсек Потому что Он какой-то Маленький И тонкий Теперь Пытаемся Поднять Монитор Надо Сюда Чуть Наклонить Потому что Он Перевешивает Ноутбук Так Вот Все Нам Это Удалось Встало И Аккуратно Вытаскиваем И Здесь Тоже Аккуратненько Все Кладем Пока Сюда Монитор Аккуратно Захлапываем И Убираем С Корпусом Грант С Корпусом И С Вами Переворачиваем Нашу Материнскую Плату Видим Снизу У нас Прикручен Радиатор Теплопроводная Трубка На Процессоре Давайте С вами Откручиваем Процессор Берем Отвертку И Откручиваем Номер Один Сначала Чуть Чуть Не Полностью Потом Номер Два Также Чуть Чуть Не Полностью Потом Номер Три Здесь У нас Номер Три И Номер Четыре Теперь Полностью До конца Откручиваем Первый Потом Второй Третий И Четвертый Потом Откручиваем Пятый Чуть Чуть Пятый Потом Чуть Шестой И Уже Окончательно Пятый Пятый Шестой Все Сняли С вами Радиатор Вот Вентилятор Я его Почистил От пыли Как смог Крутится Он хорошо Все С ним Будет Нормально Здесь Мы Видим Что У нас Везде Засохшая Термопаста Ее Надо Убрать С Радиаторов Охлаждения И С Видео Чипа Из Процессора Давайте Берем И Удаляем У нас Прямо Приклеилось Туда Присохло Все Учищаем Чтобы На Меде Не Осталось Термопасты Вообще Все Вычистил Радиатор Тепло Проводные трубки Контактную площадку Тут Не до конца Прочистил Все Почистил Теперь Значит У нас Вот здесь Где это У нас Вот Пыль Видите На Просвет Местами Ничего Не видно То есть Всю Эту Пыль Убрать Надо И Чтобы Хорошо Воздух Проходил Через Радиатор Для Этого Пыль Убираем Все Удалил Продул На свет Посмотрел Внутри Не осталось Пыли Все Теперь Удаляем Остатки Термопасты Аккуратно С Чипов С чипов Ну и можно Вокруг Убрать Тоже Как-то Неохотно Удаляется Главное Главное Из чипов Убрали Все Чистенькое Теперь Наносим Термопасту У меня Это КПТ-8 Берем Тонкую Квертку И Тонким Слоем Наносим На процессоре На оба чипа Тонким Ровным Слоем Излишки Убираем Все Утром Слоем На мазу И Также На Видео Чип Много Термопасты Мазать Не надо Если Много Намазали Лучше Излишки Убрать Все Теперь Вот здесь Обратите Внимание Тепла Проводная Прокладка То есть Охлаждение Еще идет На корпус Теперь Возвращаем На место Радиатор Мы почистили Возвращаем На место Наши Теплопроводные Трубки Устройства Охлаждения Все Кладем И Начинаем Закручивать В обратном порядке То есть Цифры 6 Обычно Я делаю Так Наживляю Все болты А потом Начинаю Притягивать Я наживил Все 6 Болтов Теперь Начинаю Их затягивать Начинаю 6 Тоже Затягиваю Не полностью А потихоньку То есть 6 Теперь 5 Затянул 6 Затянул И Также Здесь Начинаю С 4 4 Подтянул Потом 3 Подтянул Потом 2 Подтянул И 1 Подтянул И Затягиваю Окончательно 4 4 3 2 1 Все Устройство Охлаждения Мы вернули На место Теперь Начинаем Обратную сборку Берем Наш Экран С Корпусом Вот У нас Сюда Вот Этот Чип Охлаждается На этот Радиатор Единственное У меня Тут еще Пыль Где Вентилятор Стоит Я Вот Ее Уберу Все Убрал Теперь Можем Возвращать На место Нашу Материнскую Плату Смотрим Чтобы У нас Монитор Не перевесил Весь Корпус И Аккуратно Устанавливаем Этот Шлейф Убираем Вот Так Аккуратно Ставим Все Здесь Тоже Смотрим Чтоб Шлифа Никакие Не задавились Мы Смогли Их Подключить На место Так Так Здесь Отнутенки И вот Этот Шлейф Веб Камеры Все Аккуратненько Опустили Так Здесь Здесь У нас Все Встало Красиво И Здесь Все Встало Теперь Давайте Подключим Назад Наш Вентилятор Первым Делом Сначала Мы Сюда Кладем И Сразу Подключаем Разъем Так У нас Что-то Ложится Так Вот Этот Разъем Ниже Сделать Все И Подключаем Разъем Питания Так Я Это Наверное Сделаю Пинцетом Вот Вставили И Надавили Все Разъем Питания Вставил Теперь Сразу Вставляем Поднять Даже Наверное Материнскую Плату Немного Чтобы Вставить На место Разъем От Коннектора Питания Нет Не так Давайте Сначала Вентилятор Вытащим Неудобно Ставить Сначала Ставим Разъем Питания На место Все Передавим Все Он туда Встал А теперь Подключаем Разъем Питания Вентилятора Ровненько Сюда Вставляем Все И подключаем Вот мы давили Чтоб он туда Полностью Зашел Так Здесь у нас Все ровно Пролегло Так Разъем От Матрицы Тоже Вот здесь За вентилятором Прокладываем Что он шел там И подключаем Раз Все Он защелкнулся Теперь Прикручиваем Вентилятор Два болтика Главное Не забыть Подключить Питание Вентилятора Потому что Если мы Это забудем Сделать Ноутбук Может выйти Из строя Не сюда А вот сюда Прикручиваем Все Шлифа Надо проложить Чтоб Они не закрывали Вот этот Вот это Отверстие С резьбой Так Прикручиваем Один болтик К которому У нас крепилась Материнка Вот в этом углу Не забываем Про него Не видно Вот этот Угловой Угловой Болт Закручиваем И сразу Подключаем Этот шлейф С обеих сторон Здесь И вот здесь Все Подключили Так Дальше Нам что Требуется Дальше Нам требуется Прикрутить Три Винта Крепления Материнки Которые Недалеко Находились Первый Второй И третий Все Прикрутили Дальше У нас Четыре Болта Идут Давайте Проложим Шлейфа Так У нас Один Он был Приклеен Вот здесь Вот на этом Чипе Потом Был Приклеен Вот здесь Сбоку Сторонним Скотчем И уже Здесь Вот он Подключался К разъему Так Напоминаю Это Веб-камера Все Веб-камеру Проложили Также Параллельно Прокладываем Возъемы Wi-Fi Антенны Здесь Они были В этом Пластиковом Держателе Записываем Туда Их Обе Все И подключаем Цвет Не имеет Значения Какой Какому Подключать Какому Удобнее К тому Подключаем Все Провода Проложены У нас Красиво Хорошо Ничему Мешать Не будет Все Можем Возвращать На место Верхнюю Крышку Еще раз Убедились Что все Шлифа У нас Подключены И Болты Все У нас Подключены Здесь Их Три Было И вот Здесь Один Все Ставим На место Крышку Верхнюю Аккуратно И вот сюда Кладем Здесь Надо Под наклончиком Завести Надавить Чтобы Не туда Провалилось Все Все У нас Встало Так Первым Делом Подключаем Все Разъемы Возвращаем На место Разъем Точепада Туда Туда Запихиваем Что Запихивается Еще раз Надо Открыть Ключ Ключ Чем-то Держать И разъем Все Вот он Встал То есть Он должен Зайти По черную Полоску Полоску Мы не должны Видеть Здесь Также Поднимаем Ключ Наверх За язычок Устанавливаем И закрываем Разъем Теперь Закручиваем Все болты Которые были У нас Сверху Это было У нас Пять Белых И Четыре Черных Черненькие У нас Помечены 2М6 А белые У нас Ничем Не помечены Давайте Вот так Закручиваем Наживили И белые Длинные Длинные Вот так Так, вот этот у нас недолго крутился, а все остальные я закручу шуруповёртами. Затяну их уже вручную, этот затянулся, этот я затягивал, вот этот докрутим, вот этот докрутим. Странно, ноутбук вроде как ни разу не разбирали, ведь на этом шурупе резьба уже была сорвана изначально. Так, давайте здесь возвращаем на место 4 коротеньких болтика, 2 М3 помеченных. Один у нас находился вот здесь, под жёстким диском, а ещё 3 находились под приводом, вот здесь сбоку. 1, 2, 3, и у нас остаются болты, которые снизу. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, и 7. Всё их наживили, и давайте по кругу их закручиваем. Так, протянем их. В принципе, протянем их. Протягивать не надо, всё, они закрутились нормально. Ставим назад привод. Вот болтик у нас на приводе остался, точнее два болтика на приводе остались, которые можно было бы классификацией 2 М3. Называйте их всё. Привод установили, и прикручиваем два болта крепления привода. Раз. И два. Теперь устанавливаем на место жёсткий диск. Берём, просто его кладём. Вот так. И за... Что-то у нас не кладётся пока. Давайте ещё раз попробуем. Всё, вот. И за язычок давим. Всё, встал. Он у нас в разъём. Теперь возвращаем на место эти крышки. Первая крышка. И вторая крышка. Вот так надо стоять. И прикручиваем оставшиеся у нас 4 болта. Так, всё. Болтов у нас больше нет. Значит, всё мы поставили на место, и всё хорошо. Закручиваем. Всё это мы закрутили. Теперь нам осталось поставить только на место клавиатуру. Потому что, чтобы поставить нам назад клавиатуру, нам надо взять клавиатуру, открыть разъём. Ключ поднять вверх. Устанавливаем туда разъём. Вот. И закрываем ключом. Всё, шлейф, когда мы подключили, берём клавиатуру, кладём. И вот сюда её ключи ставим. Потом аккуратно её кладём вниз. И даем здесь 4 защёлки. Раз, два, три, четыре. Всё. Клавиатура у нас на месте. Теперь закрываем монитор. Устанавливаем аккумулятор назад. И делаем контрольный старт. Запустится, не запустится. Лампочки горят. Ноутбук пускается. Если у вас такого не произошло, значит надо повторить процесс разборки и сборки. Какие-то ошибки сделали в процессе сборки. Всё, спасибо за внимание. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.